дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют для начала мои друзья всем привет и я хочу вам показать небольшую разницу между двумя банками и показать ограбление банка нового банка которая вышла по моему вчера делать это будут соло один случайным образом и прошел по мразу с непонятно какого в общем вы увидите всем приятного просмотра и ролик в конце который вы можете посмотреть это сделан новый ролик по знакомству с дантистом очень прикольный ролик в принципе он показывается в начале каждого вхождения в игру поэтому те у кого есть по идее вы уже видели а те у кого по идее нет можете посмотреть пожалуйста нет проблем я его вставил прям таки запись в конце всем приятного еще раз просмотра и удачи а я вас покидаю так вот разница между банками в двух вещах первое ну скажем так банки немного разного размера все посмотрите на этот банк то вы заметите что он довольно большой но при всем при этом он не очень больших размеров скажем так чтобы контролировать нужно конечно немножко постараться но в целом можно это сделать более менее спокойно здесь есть парочку камер которых лучше например не задевать типа вот этой также на миссии где надо сжечь деньги здесь еще есть дверь где нужно отрубить электричество и собственно говоря здесь есть два входа и вот такой вот маленький маленький реально маленький сейф ну а теперь пойдемте на другую миссию что мы должны здесь делать у нас есть большой план причем реально большой помимо всего прочего нам нужно в идеале как бы вам сказать пробраться на первый этаж вот в эту комнатку вот сюда вот также дверь банка может находиться как на первом этаже так и на втором этаже также может находиться как на втором этаже вот эта комнатка security безопасности также и на первом вот здесь есть еще крыша на которой находится одно полезное место вот либо здесь либо здесь что не очень собственно удобно на самом деле я попробую это сделать стоял сам конечно такие но поверьте мне на слово это сделать в одиночку ну скажем так довольно сложно по крайней мере если у вас такой скилл как у меня то есть никакого в принципе поэтому это сделать будет сложно итак мы смотрим то есть здесь много где есть чё полезного потенциальный путь обхода ладно надо будет как-нибудь изучить эту карту получше надо будет изучить получше а пока мы можем взять себе кое-что полезное если будете проходить в одного на всякий случай возьмите как минимум как минимум одну мет сумку так и во второе она должна быть вот тут так дальше ту фейва так эмо баг эмо баг но я думаю что я до суда в принципе доберусь поэтому эмо баг поставлю одну из сумок уберу да вот так а тогда мы сможем купить что-то лоринг вей на втором этаже то есть куда сбрасывать части можно еще выбрать я так понял либо на подземку либо на второй этаж блин это рискованно дайте на подземку там проще пробраться но требуется три фавора вот нам дается возможность выбрать чуть-чуть всего то есть мы не можем купить все как мы это делаем обычно мы здесь можем купить только что-то что-то конкретное так с вами салон интересно у нас здесь есть ключи 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 и этажа не были а чёрт сайдерск отравленный торт нужно сделать в кафетерии отравленный торт окей но это прикольно кстати так ну и мы можем сто процентов одну карту взять например если у нас есть навык свой человек так 8 фавора для любой из термита инсайдерская информация где-то лучше проходить я так понимаю так я даже не знаю давайте 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 черт ну вот так вот сделаем все и возьмем на всякий случай я даже что-то менее заметный калаш у нас правильно вот его и возьмем пропускаем все это дело и вот наш огромный мать его банк просто триндец какой огромный потому что будет использоваться вот вся та крыша все вот это помещение и помещение которое сзади он очень огромный вот стоит наша машинка которая нас ждет прям не дождется но мы в нее попасть естественно не можем как как и обычно собственно говоря а нет смотрите ка это ремонтные части для дрели они они теперь удобно расположены вот здесь поверьте это удобно потому что забирать их с центра вот отсюда будет не очень удобно ладно пока мы ищем сейф окей нам уже не повезло находится на втором этаже мы ищем сейф заодно мы попробуем посмотреть может где ключ карта завалялся если найдут две ключ карты будет прям вообще идеально ну естественно вряд ли мне кто даст так вот первая ключ карта вряд ли мне кто даст их забрать спокойно поэтому просто пока походим посмотрим скорее всего сейчас так понятно охранник мне там нормально пройти не даст хотя кто знает да вот серверная ключики здесь не висят это хреново но ничего в принципе они нам не особо нужны пытаемся еще найти в идеале вторую карту мне ее нужно найти возможно тогда я попробую сделать стелсом я понимаю что это будет трендис как как сложно но я попробую так пока я лично не вижу второй карты я вам могу сказать кстати то что ну это миссия посложнее чем шадоу рейд так раз в несколько ну конечно же кто-то мог подумать что компьютер будет именно этот вот ладно карты внутри здесь тоже нету да нету 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 окей но в той комнате нам определенно придется положить людей без вариантов собственно говоря чуть не попал сохраннику ну это нормально такое бывает так вот конечно то что я здесь под камерой буду сразу находиться меня совсем не радует открываем о вторая карта иди сюда дебил великолепно чисто в теории мне сейчас может удастся положить положите всех и сделать это более-менее нормально так сейчас он взломает поймет что это не тот терминал не пугайтесь здесь прозвучит аля сигнализация ну давай быстрей ну давай быстрей да ладно офигеть серьезно вот это первый раз когда у меня получилось скажем так это первый раз когда у меня получилось сделать таймкод с первого раза так где-то здесь я видел карточку я припоминаю это я не помню правда где я ее видел чёрт она на втором этаже сука быстро берем карту ставим ну ах ты зараза мне вот не успел это гребаная карта поставить сюда ладно и зато теперь мне сейф придется гребаный пилить чтобы его да ну карточка из неудобного лежала ладно будем прорываться блин ну зато выполнил достижение это плюс это плюс кстати дрель здесь никто не слышит как правило поэтому можете не опасаясь спокойно дрелить на крыше в чем без шуток ее серьезно никто не слышит не знаю почему но ее не слышит нам потом потребуется вон на ту стрелу перебраться так кстати снайперы появляются вот в этих окнах и вот на вот этих крышах так что будьте аккуратней а стоп зачем я а идиот у меня же ключ карты есть она все равно не нужна дурак дурак десертирка хотя черт там уже потом еще твою налево ладно так теперь нам надо будет просто быстренько пройти к банку да вашу мать умрите вы с копы к банковской двери это причем первая банковская дверь вы еще вторую не видели так осталось две минуты собственно все проходит примерно за три кстати мне сейчас дико повезло то что я открыл именно вот прям в серверный код то есть вот здесь он его открывает у меня первый раз я прохожу четвертый раз эту миссию первый раз он у меня открывает код там обычно приходится по всем вот этим компьютером проходить то есть вот таким вот активированным есть с черным экраном есть со скринсейвером так то нам нужно вот именно с такими вот компьютерами работать там он находит код после того как он находит код мы открываем вот так дверь то есть это тоже занимает время особенно если вас атакуют это прям совсем плохо если конечно вас не атакуют то это в принципе решаемо но главное чтобы вот в идеале вот тут камеры не было чтобы она вас не палила когда вы все активируете ну как говорится рандом такой рандом вот здесь может быть всякое абсолютно всякое карточки карточки здесь нету у нас осталось 40 секунд в принципе это не так уж и много и не так уж и мало ну ты же залога аниме его освобождает сволота такая конечно покажем кто им босс ребят конечно покажем ладно ждем ждем пока у нас сейф откроется после чего все можно отсюда в принципе убегать идем на крышу с крыши что делаем с крыши во первых аккуратно смотрим где снайперы в первую очередь мы должны убить именно их так минус этот снайпер сейчас мы убираем снайперов там если они есть делается это примерно вот так и мы едем мы едем на стрелу а уже со стрелы мы перебираемся дальше ах ты ж скотина я еще чуть сейчас не упал а проблема в том если вы будете проходить один ребята знайте боты не умеют перебираться по всем вот этим вот вещам итак мы видим главную няшку на этой миссии это свинья розовая мать ее свинья ее надо будет подвинуть три раза потом начать нажать на рычаг и сбросить вон в ту часть крыши ждем 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 пока что без аптечек на легком уровне сложности в одиночку выживать довольно сложно ну по крайней мере с моим косячным умением играть но замечу что здесь довольно долго миссии идет поэтому даже если вы хорошо играете и не проходите стелсом это дастся вам не очень легко то что в принципе на прохождение миссии уходит примерно минут от 25 я думаю и выше то есть где-то полчаса на миссию не стелсом это нормально я думаю даже побольше потому что взлом сейфа где-то идет около 300 секунд потом взлом двери 3 минуты потом перетаскивание хрюшки на это уходят там где-то полторы минуты нахождение карт и всего прочего то есть на все уходит время и вот сейчас мы сбрасываем с вами свинюшку ну давай давай активируй чак свинюшка вот так вот она сбрасывается очень очень прикольно мне нравится как он ее сбросил но ладно мы не будем на это особо обращать внимание а просто постараемся выжить ахаха стреляли чуть-чуть по копам спрятались оценили ситуацию посмотрели где есть копы копов я не нашел собираем с них амунишин и валим вниз не дай ты бог нас снайпер зацепит не хотелось бы этого ладненько что мы делаем теперь во первых мы берем вот эту хрень я чуть позже объясню зачем она нужна во вторых мы берем и оттаскиваем вот сюда поверьте вот сюда будет намного удобней все мешки все мешки дальше тащим их наверх наверх соответственно к нашему сейфу сейф находится там внутри поэтому надо быть очень аккуратным когда вы проходите сюда потому что мы не знаем что нас там ожидает так что мы просто берем и проходим все делая аккуратно 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 насколько это только возможно в принципе как всегда плюс в том то что меня там ожидает аптечка и патроны это просто очень хорошо в идеале кстати вам должно повезти и вы должны попасть вот как и я на тихий момент то есть чтобы успеть перетащить все эти мешки если кто не понял мы сейчас перетаскиваем дрель точнее ее части потому что для того сейфа который находится за этой гребаной дверью требуется просто охрененный зверь который его будет вскрывать сейчас вы поймете о чем я насколько я знаю сейф всегда находится снизу и это плюс так сейчас моя задача просто перетащить не более не менее я думаю с друзьями у меня получится конечно все это получше но пока я один соответственно одному отдуваться приходится так как приходится в любом случае мы сейчас будем это делать аккуратно так в любом случае мы сейчас будем это делать аккуратно так главное в моей ситуации особо не попадаться кстати на самом сейфе установлен код биометрической проверки мать вашу мне так повезло сейф находится вот тут в общем вот этот громила вот этот дрель которая нам нужна для того чтобы его взломать это просто что то с чем то ребят нам в прямом смысле очень повезло что дрель находится именно здесь потому что если бы она находилась конечно в другом месте нам бы повезло в этом плане меньше вот ключики кстати где ну давай давай добей меня давай так нам нужно либо подбежать к той части либо к этой ну вот соответственно видите репейерки две так как у нас уже есть мы чиним именно для этого они нужны как я говорил ранее вот здесь есть биометрический ключ проверки то есть вы прикладываете палец и он вас проверяет вы ли это соответственно я так предполагаю что здесь можно кому-то отрезать палец ну блин они очень громко здесь кричат орут поэтому я не могу понять слышите у меня или нет по идее вы меня должны слышать по идее я на это очень надеюсь по крайней мере мы сейчас будем делать опасную вещь будем пробегать вот туда называют с собой чейнса ух ты эй эй что здесь делает на легком щит я что-то не припомню его раньше здесь ну ладно взял средины по той причине что пока есть возможность лучше брать оттуда откуда сложно взять нежели оттуда откуда взять легко сейф у нас прям очень хорошо взламывается так нам перезарядить пистолет понадобится и заодно открывать дрелью я не знаю зачем они здесь нужны я без понятия я ни разу не открывал эти двери поэтому я не могу сказать зачем они нужны также здесь есть зачем-то зеленая кнопка она меня смущает ладно помимо зеленой кнопки здесь еще много чего есть интересного например наш сейф который мы можем взламывать а чем можем вот здесь вот например открыть еще один такой мини-хранилище что ли или как вам сказать так так будем надеяться что чейнса никто не убьет что далс нас прикроет но говоря боты такие боты что это все просто ужасно а мы все продолжаем взламывать я просто хочу показать что там внутри находится а внутри нас ждет куча денег в прямом смысле куча и таких сейфов по-моему здесь будет несколько но они в разных местах вроде как находятся оу 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 ну в принципе ладно меня надо было похилить немножко так что все нормально ну ребятки вы уж определитесь кто меня будет фикс делать так вот здесь вот две две зеленые кнопки значит агаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа так надо стараться выжить и мы выживаем принципе ты такие знаете у нас три хилки так что я думаю что есть смысл полечиться таки все-таки разочек несмотря на то что я пока вроде бы не падал особо как особо не падал вру конечно падал бенволт название банка видимо так нам надо починить вон ту дрель узнать что находится за за вот этой комнатой за вот этой дверью вот сюда кстати хотел оставить карту чтобы посмотреть как что там находится чтобы тупо открыть ладно на центр я конечно не рискну сейчас выбегать поэтому просто выбегут сюда возьму здесь в идеале у каждого должно быть по одной штуки по одному ремонтному ключу тогда все это будет намного проще вы сами понимаете все мне придется бегать каждый раз суда на чтобы пытаться открыть как-то все это дело хренов щит так чиним дрель потому что за дрелью у нас попасть по идее не могут поэтому все нормально да ладно вы видели туда я только починил и сразу же она сломалась пошли нафиг пошли нафиг я обожаю своего бегуна и он просто офигенен когда он бегает не очень сложно попасть то что они освобождают сивилов мне без разницы мы сейчас попробуем взять еще раз ключ потому что неизвестно когда дрель может сломаться в следующий раз ключа я на всякий случай возьму и взял его естественно с центром потому что брать его где-то другом месте не очень хорошо есть вариант что по вам попадут надо как я этого не хочу я беру пока безопасно с центра и вашу мази я открыл этот грёбаный сейф что же меня ждет дальше а хри нить даллас дебил не изгораживай мне вид это просто такая зверюга ё-моё хули факкин щит просто ребят это вашу мать это столько ячеек о боже ты мой это это мать моя женщина это столько всего здесь столько лута просто жесть хотя на самом деле нам нужен только вот этот и вот тот крайний это жесть нет здесь еще больше лута ахренеть и кокаин и деньги и золото чего здесь только нет а можно ключи подбирать слушайте круто давайте попробуем хотя хоть к одной двери подобрать ключ о так то она получше первая сумка доставить на крышу лут вы психи серьезно они хотят чтобы мы доставили лут на крышу жестко ладно мы будем пробовать ключи убирать эй не трогайте мой лут мне нужно всего 4 сумки поэтому ладно просто не даем выносить последнюю сумку в идеале знаете давайте я даже вот здесь оставлю рядом с собой и не буду париться пробуем подбирать ну отлично в принципе вот у меня все четыре сумки которые мне надо доставить но золотом я бегаю медленно поэтому я попробую что-нибудь еще вытащить и я повторюсь ребята просто показываю то есть я не крутой поэтому я прохожу показывая что эта миссия себя представляет что здесь есть вообще что здесь интересного так стоп зачем я здесь открывались вроде ничего нету да я трачу пустую время fine тройки пытаемся найти ключ аху потом танцуют с мешками копы дебилы серьезно видите там мешки танцуют сервички джима мать его ладно взяли деньги И будем сейчас пробовать их отнести Золото, хотя с золотом на самом деле Не так уж и тяжело Самое, в принципе, более или менее, но легкое Думаю, что пять сумок туда-сюда мне хватит В принципе, поэтому все нормально Танцующие сумки мне понравились Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Затаскиваем сумки вот сюда потихоньку И надеемся на то, что мы успеем это сделать до того, как начнется что-то более серьезное Так, пока мне вроде это удается, тем более что в принципе это более или менее не так уж и сложно Пошел вон от моей добычи Так, я все еще не знаю, что за дверью сверху, поэтому хрен с ней на самом деле Нам нужно всего лишь доставить все сумки вон туда, всего лишь Ключевое слово здесь всего лишь Ладно, я думаю, что для этой операции нам в идеале надо еще и полечиться Будет определенно не лишним и взять патроны Так, лечимся Пробегаем вот сюда Твою мать, чейнс упал Так, убираем отсюда копов к чертям Поднимаем чейнса, потому что без него нам не справиться Эти уроды уносят одну из моих сумок Ладно, у меня их пять И носят они, по-моему, золото, так что В смысле, по охрену Ладно Надо это делать, блин, аккуратно Черт Нет, они, походу, деньги унесли Просто либо у меня было несколько золота Так Большую часть сумок ребята уже отнесли Разряжаемся И быстро идем Собираем все это добро Шкопом только дай поразвлечься Они сразу начнут вас стрелять От шкопа, что вы хотели Кажется, у меня здесь есть маленькая проблема Причем в этом случае лучше я буду снаружи, чем изнутри Когда-нибудь это должно было случиться Значит, показалось или Даллас был щитом Видимо, конечно, показалось, но окей Просто бери сумку, дебил Так Такими гребанными перетаскиваниями мне и придется работать Так, ну ладно Зато здесь много патронов Это плюс Да дебилы, забейте вы на них, поднимайте вы меня В общем, как я и сказал, здесь много патронов, а это плюс Давайте потихоньку оттаскивать сумки Тем более, что у нас пока есть плюс У нас есть возможность сделать это по-тихому Относительно Я попал в момент Ожидания полицейских Поэтому Есть вариант, что я успею все-таки это сделать Можно было заказать другой побег Но Но-но-но Главное, что я, в принципе, прошел эту часть Сейчас самое сложное зачистить гребаную крышу Как вы понимаете, это реально самое сложное Потому что Здесь есть, да, снайперы И прочее извращение Так Куда в меня там попадают? Я прям вообще не понимаю на самом деле Но окей Видимо, в меня уже стреляют наглые копы Прямо через стены Черт Так Быстренько поднимаемся по лестнице Кидаем сумку И забираем последнюю Ну давай, забирай, забирай Так, вот, все Отлично Теперь нам главное выжить И довезти все сумки туда Но я еще раз повторяю Я не знаю, что будет после То есть я выброшу сейчас сумки И куда нам бежать дальше Нам, скорее всего, придется еще ждать чего-то Благо, мои ребята вроде убили снайпера Так, сумки, благо, опять же Кидать вплотную прям совсем не надо Надо просто кинуть их около Не более Ну, попади ты по нему уже Все Ура! Ура, я прошел Таки эту Веселую миссию В общем Вот так она вот выглядит Я вам ее показал Я не ожидал, что я ее на самом деле пройду Скорее всего, я думал, что я дойду лишь до сейфа И все Вот Но Все было круто Так что Я думаю, что всем спасибо С вами был, как всегда, Дезертир Я надеюсь, вам понравилось Всем пока и удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пах Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok